Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. На днях в Донецкой Народной Республике заявили о подготовке масштабного наступления вооруженных сил Украины на южном направлении. Об этом сделал экстренное заявление вначале Эдуард Басурина, затем его озвучил на специальной пресс-конференции глава ДНР Денис Пушилин. А с нами на связи из Донецка журналист Рамиль Замдыханов. Рамиль, рад вас приветствовать. Добрый день! Здравствуйте! Рамиль, я процитирую официальную информацию. Цель планируемого вооруженными силами Украины наступления заключается в захвате территории Новоазовского и Тельмановского районов и установлении контроля над участком границы между ДНР и Россией. Вот в связи с этим вопрос, вам как жителю Донецка, человеку, который постоянно находится, ну может быть, если не на передовой, то по крайней мере на передовой, на информационной передовой, заметны ли какие-либо изменения той ситуации, которая происходит? Какие-то перемещения войск, может быть, об этом говорят, об этом есть фотографии, еще что-то. Что говорят? Ну, вы знаете, я неоднократно подчеркивал, еще раз скажу, что никогда не являлся военкором, военным корреспондентом, был всегда далек от военной составляющей конфликта, и у меня, сказать, по совести нет ни инсайдерской, ни легального доступа к информации из штабов, поэтому о том, а как перемещаются войска, где они концентрируются по ту и другую сторону, я могу судить ровно из тех, по которым об этом судят, собственно говоря, вся общественность, неважно, где она находится, в Донецке, либо в Москве, либо в Тель-Авиве. Вообще говоря, я могу, что ли, говорить о, что ли, такой обывательском взгляде на происходящее, и должен сказать, что, вообще говоря, в отношении или в ощущении со стороны общества этого конфликта, ну, как бы тревожности нет, какой-то необычной. Все ровно на тех же позициях, на которых он находится, ну, наверное, последние четыре года, вот в том, как были подписаны пресловутые минские договоренности, которые остановились в такой большой конфликт, вот с тех пор, по большому счету, ничего не изменилось. А подобного рода заявления о том, что наступление вот-вот начнется, они время от времени появляются и стоят с другой стороны, их уже было бесчисленное количество таких заявлений, честно говоря, я даже не могу сказать, сколько наверняка. Как правило, после такого рода заявлений не происходит ничего, наверное, поэтому тревожность притуплена, и вполне возможно, что что-то и произойдет, вполне возможно, что не произойдет ничего. Одно можно сказать наверняка, вот такой, что ли, четкой корреляцией между подобного рода заявлениями и тем, что случится позже, ее нет, она отсутствует. Рамиль, но с другой стороны, вот та информация, которая, пускай она не инсайдерская, пускай она общедоступная, о том, что якобы на Украине издана специальная директива о подготовке 90 больниц для доставки туда раненых в ходе боевых действий, она, в общем, тоже заставляет задуматься. Для чего? Почему именно сейчас? Совершенно верно. Отстакаясь, она тревожная, но и такая тоже была. И готовились госпитали по обе стороны от линии соприкосновения, и увеличиваясь концентрация войск, явно, либо по тем сводам, которые публиковали в средствах массовой информации, все это было неоднократно. Это уже пройденный этап, и, честно сказать, ничем подобным не удивить. Люди не готовят всякий раз тревожные чемоданчики, как это было, скажем, в 2014 и, возможно, в 2015 году. Ну, что называется, отбоялись. Знаете, вот все-таки чувство тревоги, оно имеет свойство притупливаться, что ли. Вот эта сказка о мальчике, который кричал «Волки! Волки!» и, в конце концов, его на него пристали реагировать, она имеет под собой совершенно четкое обоснование, вот что-то такое произошло в Донбассе. Вероятно, в какой-то раз закричат «Волки!» и не без оснований, но на это опять не обратят внимания, как не обращали до того. Рамиль, еще одна информация, о которой много говорили, много и продолжают говорить. Якобы оправдание атаки украинских вооруженных сил на республике должна послужить провокацией, я опять же прочитирую, устроен украинскими спецслужбами теракт, подрыв хранилища с химикатами на одном из промышленных предприятий Мариуполя, ответственность за который, естественно, будет возложен на ДНР. Скажите, если да, такой сценарий будет возможен, можно ли его считать в той ситуации, в которой сегодня находится Украина, прежде всего, так называемым предвыборным маневром Порошенко в рамках объявленного им военного положения? Ведь уже скоро заканчивается военное положение, а продлевать-то хочется? Ну, вы знаете, вообще говоря, применение химического оружия, либо техногенная катастрофа, рукотворная техногенная катастрофа в Донбассе с последствиями, сравнимыми с применением химического оружия, это, вообще говоря, такая моя личная фобия. Честно сказать, в последнее время слишком часто публикуется сообщение о том, что в Донбассе может быть применено химическое оружие, либо где-то будет устроена авария на объекте, и после этого там разольется хлор, либо аммиак, либо еще какие-то сильнодействующие вещества с последствиями негативными, мягко говоря, для насилия. Они появляются встречающие, и скажу вам, что подобного сообщения меня лично пугают. Но это просто такое, что на уровне подсознания. Честно сказать, вот это именно тот сценарий, которого я опасаюсь, ну, не знаю, на каком-то таком уровне, что ли, животный страх просто охватывает, когда я это читаю, несмотря на какой-то определенный профессиональный цинизм, тем не менее он все равно проникает, это чувство. Что касается, возможно ли это в рамках предвыборной кампании, я бы не разбрасывался вот такого рода сценариями, потому что, вообще говоря, ввести войну в Донбассе с самого начала, это было просто чудовищной ошибкой, потому что Донбасс изначально являлся территорией, которая потенциально техногенно опасна. Здесь вообще без всякой войны дышать боялись некоторые объекты, потому что они и построены тысячу лет тому назад. И состояние некоторых из них очень и очень опасное само по себе. Не хватало еще около них вести какие-то боевые действия. То, что за прошедшие пять лет ничего уж очень, что ли, жутко по последствиям не случилось, если это просто, ну не знаю, какое-то чудо, что называется, по-другому не сформулируешь. А как это может быть использовано в предвыборной кампании, боюсь даже положить, мне кажется, что сейчас вот такого рода обострения, они все-таки ни на руку, ни то, ни другой стороне. Ну потому что, мне кажется, что военная эскалация, которая может случиться здесь, она, вообще говоря, по последствиям непредсказуемая, плохо просчитывается, потому что ситуация очень опасная, и такой канатаходец, который идет над кровой пропастью, он перегружен, вообще говоря, смертельным грузом, и удастся ли его так вот аккуратно раскачать и при этом удержать в рамках, ну что ли, таких относительно безопасных, я думаю, что такой гарантии никто не может дать, никто не может дать, и в итоге, по большому счету, бояться. Я все-таки склонен полагать, что все подобные заявления, они все-таки дотянутся, ну что ли, в такой пропагандистской информационной конве и не получат своего реального воплощения. Ну дай бог. Рамиль, еще один вопрос, который я очень бы хотел вам задать. В Украине сейчас большие идут дебаты, споры по поводу различных автокефальных игрищ, я бы так сказал. Каким-то образом Донбасс это затрагивает или нет? Ну, до последнего времени не затрагивал, потому что Донбасс, вообще говоря, изолирован от Украины, вот эта линия соприкосновения, и поэтому все эти процессы, которые политические, которые идут на Украине последние 5 лет, 4-5 лет, они вообще, говорит, Донбасс, Донбасс имеет отношение все меньше и меньше. Донбасс отдаляется, изолируется от Украины, он в гораздо большей степени, вообще говоря, зависит от процессов, которые происходят с ИМОН Донбасс, либо в России, либо во всем мире, а Украина, наверное, вот в этом перечне все-таки уже на последнем месте. И вот эти предпостояния церквей, которые намечаются на Украине, оно до последнего времени обходило Донбасс, но вот события в последней неделе говорят о том, что Украина все-таки хочет затянуть Донбасс вот в эту воронку, которую она у себя искусственно раскручивает. Недавно появились сообщения о том, что митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону было прещено пересекать линию соприкосновения, как выяснилось, его пропуск то ли аннулирован, то ли с ним что-то такое случилось. В общем, человеку, ну прямо скажем, не самого низкого ранга запретили стыкать линию между ДНР и Украиной, но очевидно это вызвано для того, чтобы, наверное, и показать свою силу, и показать, кто в доме хозяин, и каким-то образом еще раз взбодрить одних и немножко сделать кузью морду другим, уж извините за бедность речи. Нужно ответить при этом, что, вообще говоря, украинская православная церковь, ну, которой по традиции на Украине приписывали московский патриархат, нужно додолжено, что в условиях конфликта это, наверное, единственная конфессия из крупных, по крайней мере, которая смогла сохранить нейтралитет, причем это было, вообще говоря, ну, как бы осуждалось лидерами той и другой стороны, лидерами, такими ангажированными или лидерными персонами, которые старались перетянуть православную церковь на свою сторону, показывая, что, так сказать, ну, мы же хорошие, а они плохие нет, тут все-таки нужно знать, что украинская православная церковь, она осталась на таких гуманистических позициях, и вот сейчас кто-то эти позиции старательность под их ног пытается выбить. Рамиль, и последний самый вопрос, сегодня я вычитал информацию о том, что ДНР передала на Украину 13 граждан Украины, которые находились в тюрьмах ДНР. Что это за люди? Это добрая воля дончан? Что это? Получили что-то взамен? Я бы не стал переоценивать значимость этого события, но говорит о том, что, несмотря на то, что стороны объективно находятся в состоянии такой, ну, что ли, не холодной, но теплой, наверное, войны, не горячей, такой теплой войны, тем не менее, определенные контакты и процесс на каком-то гражданском уровне происходит. Мы же знаем, что она в Украине признает там некоторые документы, выданные учреждениями в ДНР и в ЛНР, ну, касающиеся там рождения либо смерти, по крайней мере, они признаются для того, чтобы дать старт дальнейшему делу производству. А вот нечто подобное наблюдается и в отношении осужденных людей, которые, как я понимаю, были осуждены Украиной, отбывали наказание в пенитенциарных заведениях, оставшихся или оказавшихся на территории, в данном случае, Донецкой Народной Республики. Ими было выражено желание перевестись, что ли, в соответствующее заведение, находящееся на Украине и на уровне омбудсменов, на уровне лица, занимающихся таким гражданским населением. Все-таки это было осуществлено. Я думаю, что такие гражданские процессы, которые идут, и хорошо, что идут, но они не делают погоды, все равно противостояние сохраняется. И вот того обмена пленным, который вообще где все ждут, и который бы серьезно смог разродить ситуацию, его пока нет. И этот обмен с заключенными не имеет к этому никакого отношения. Рамиль, огромное спасибо за участие в сегодняшней программе, за яркое мнение по таким спорным вопросам. Вам мира, как обычно, желаю вам и всей Украине, в том числе. Спасибо, спасибо, всего самого доброго, до новых встреч, до свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин